Сотни людей, автомобили ГАИ и флаги предприятий. В этом году праздник труда открыл велопробег. Еще на старте у Вечного огня можно было оценить масштабы происходящего. Здесь собрались профи и любители спорта всех возрастов. Скажите, как настроение, почему решили принять участие в этой акции? Ну, настроение хорошее, акция, потому что 1 мая, праздник, все-таки интересно принять участие в такой велогонке. Я с 14 лет занимаюсь этим делом. Первый тренер мой Игорь Петрович Карпенко, с которым мы тоже проводили гонки и еще будем проводить. Я без этого уже себя просто не мыслю. Вот мне 67 лет будет, 6 августа. Ну, я думаю, что я еще покатаюсь. Я думаю, что это прибавит только, скажем, популяризации здорового образа жизни в городе Бобруйске. Молодежь собралась, это очень здорово, это радует. Все за зоршим, все за спортом, много людей. Ну, это к лучшему, чем курение. Дал старт движению городоначальник Александр Студнев на личном двухколесном коне на протяжении всех 7 километров задавал темп и подбодривал горожан. Замыкали колонну семьи с маленькими детьми. Никто, несмотря на расстояние и сильный ветер, не сдался. Финишировали у ледовой арены. Без остановки проехать для вас лично было привычным делом или все-таки немножко сложно? Вообще маловато даже, абсолютно. Поэтому вообще в среднем, я считаю, нужно проезжать на велосипеде не менее 30 километров. Что мне и удается иногда. Пока спортсмены переводили дух, на сцене начался концерт. Творческие коллективы города презентовали лучшие номера горожанам. Апогеем действий стало награждение самых активных и ответственных отличников труда почетными грамотами. Важно то, что люди ценят то, что ты делаешь. И это определенная благодарность. И в то же время определенное подведение итогов. Я понимаю, что профсоюзная организация Дворца искусств достаточно серьезная организация. И мы проводим большую работу. Поэтому это награда не только мы, это награда всего коллектива. Тематические площадки, соревнования картингистов, запуск воздушных змеев и выставка работ ремесленников. На празднике каждый смог найти развлечение по душе. Музыка поднимала без того хорошее настроение. На камеру в обручении ностальгировали и делились впечатлениями от увиденного сегодня. В моей молодости мы ходили на демонстрации. Это было у нас еще принято. Потом это все забросили, сидели дома, никто никуда не выходил. Благодаря буквально пару лет назад, хоть не демонстрации, но как-то народ наш вышел на улицу. И это очень радует. Молодежь, мое поколение, люди даже постарше, они все здесь. Это замечательно. Ходили на демонстрацию, кричали ура и все. И шли по дамам. Особо вспомнить нечего, скажем так. Ну а теперь? Ну а теперь я смотрю, для детей много развлечений, животные. Очень даже приятно. Мы уже родились не в тот момент, когда был такой день труда. Сегодня настроение какое? Хорошее настроение. Вот мы первый раз в город выехали. Так, мы живем в шестом микрорайоне. Вот попробовали. За долгий период, да? Ну да, за год. За год первый раз? Да, вот за год первый раз с ребенком выехали. Такой повод хороший, да? Что решили посмотреть, ребенку показать? Ну вот, посмотрели кинологическое выступление. Мы довольны очень. Нам очень понравилось, как минимум, от запуска воздушных змеев, потому что ребенку очень нравится. Естественно, все мероприятия связаны с детскими аттракционами. Ну, приятно просто отдохнуть, выйти хорошо. Мы увидели собачек. Вот нам была такая вот пушистая, как Мишка. Показывали, как они подчиняются, можно так сказать. Понравились, как запускали змеев. Вот сейчас машинки здесь катались очень быстро. В целом, как настроение? Все ли нравится? Да, очень все нравится. Пока на площадках под открытым небом разворачивались массовые гуляния, в самой арене депутаты и представители вертикали власти играли в настольный теннис. Дальше были коньки. Завершился праздник лишь вечером, но уже совсем скоро бобручан снова ждут торжественные выступления, концерты и развлекательная программа. 9 мая «Все Беларусь» отметит самый трепетный праздник весны – 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.